...получилось, так скажем, неприятно ожидаемо. С учетом того, что приговор мы все слышали, мы, безусловно, будем подавать в апелляцию. Посмотрим, что будет дальше. Я по-прежнему считаю, что я действую в рамках закона, в своей должностной конструкции. Но пока мы видим, что желание побеждает закон. А почему тогда они говорят, что вы согласились с тем, что застройка была правильной ситуацией? Понимаете, в чем дело. Мы не оспаривали саму тему закон с незаконностью строительства. Мы рассмотрели о том, насколько законно было администрации города, выдан само разрешение. Дело в том, что у нас в 131-м федеральном законодательстве, мы сейчас законом Российской Федерации, раздавлены полномочия между всеми органами власти и управления. Так вот, всех полномочий, которые мы имеем, мы поступили в рамках закона. И мы обязаны были выдать это разрешение. То есть точку не ставим субъемниками? Да нет, ну какая точка, я не знаю. Будете дальше продолжать бороться? Ну, не бороться, скажем так. Ну, эту борьбу не назовешь, потому что борьба все-таки приподнимает равноправие. Ну, вот здесь, скажем так, отставить свои права. Спасибо. Спасибо вам. Готовы дойти до европейского суда поправки? Международного, конечно. Алексей Львович, можно еще? Я вижу, кстати, все возможные международные в суде победить. Скажите, что вот со здоровьем у вас сейчас, как ситуация? Со здоровьем? Ну, вот так, чуть-чуть, мы идем потихонечку на поправку. Ну, я думаю, еще там где-то месяц-полтора-два еще все это продлится. Можете сказать, что перелом число, чтобы... Пять. И чем планируете, как бы заниматься, будем ли вас видеть? Чем планировать, ну, с учетом обязательных работ, если они все-таки будут присужены, наверное, будут заниматься своим привычным делом, убирать горшки. Немножко в иных масштабах, но, в общем, то же самое. Ничего страшного в этом нет? Вы знаете, ну, во-первых, трудом нельзя наказываться. Любой труд у нас почетен. Я рос пионером-комсомольцем, поэтому для меня любой труд почетен. И нормально, если к нему относиться, конечно, скажем так, ответственно, если бы вы. Поэтому ничего в этом страшного нет. Тогда в Заводской район назад, чтобы у нас было опять чисто в Заводской районе. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.